Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Бесплатный Репетитор. Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист, который так и называется, и продолжаем разбирать список глаголов в формате именно мини-диалогов. Итак, следующие глаголы. Путешествовать. Это будет travel. Travel. Как часто ты путешествуешь? Как часто ты путешествуешь? Travel. How often do you travel? Каждый год. Every year. И, в принципе, можно сделать паузу. Every year. Но, опять же, если вы хотите поддерживать беседу, нужно использовать различные фразы, предложения. То есть, нужно говорить дальше, чтобы как-то расположить к себе собеседника и поддержать разговор. Поэтому давайте будем развивать мысли, в том числе эту мысль, и скажем. Я часто езжу в Соединенные Штаты. Я часто. I often езжу, go, в Соединенные Штаты. В. To. Соединенные Штаты. The United States. I often go to the United States. Я иногда езжу в Англию. Я иногда. I sometimes езжу, go, в Англию. To England. I sometimes go to England. Вы просили посложнее, поэтому давайте сейчас посложнее скажем. Или другие англоговорящие страны. Или другие. Or are there. Как сказать англоговорящие страны. Действительно, постоянно спрашивают, как это сказать. Значит, англоговорящие, это будет English speaking страны countries. English speaking countries. Вообще, инг, то есть инг, но опять же, г не произносится. Звук ин, то есть инг, значит, означает, что дело я. То есть, speaking переводится, во-первых, как разговорный английский. И также еще имеет значение, что дело я. То есть, говоря или разговаривая. Разговаривая по-английски. По-английски. То есть, получается, дословно страны, countries, разговаривающие, speaking English, разговаривающие по-английски. Ну, просто опять же, такой порядок слов и такая фраза. English speaking countries. Запомните, выражение очень полезное. Итак, travel. How often do you travel? Every year. I often go to the United States. I sometimes go to England or other English speaking countries. Опять же, я не останавливаюсь. Почему go to, почему the United States, почему other. То есть, мы все это разбирали. Только на новых моментах останавливаюсь. Далее. Казаться. Seem. Это кажется интересным. Это. Does it. Кажется. Seem. Интересным. Interesting. Does it seem interesting? Очень интересным. Очень интересным. Very interesting. Очень интересным. Very interesting. Я действительно обожаю все эти уроки. Я действительно. I really. Обожаю. Enjoy. Все. All. Эти уроки. These. Lessons. И я хочу. Заниматься все больше. И я хочу. And I want. Заниматься или учиться. To study. Все больше. То есть, заслоны больше и больше. More and more. Видите? And I want to study more and more. Видите? Мы с вами говорили, что учиться. Просто это study. Study more and more. Опять же, весь материал у нас с вами разобран. Логичный курс выстроен. Поэтому рекомендации обязательно смотреть все последнее, чтобы ничего не пропустить. Иначе потом может быть непонятно, почему именно так. Ведь это study more and more. Далее продолжим мысль. Я чувствую, что... Я чувствую, что... I feel that... Я не могу остановиться. Я не могу. Вспоминаем. I can't... Остановиться. Что раз идет глагол? Stop. I feel that I can't stop. Я хочу изучить новые английские слова. Я хочу. Я хочу изучить... Или выучить. To learn новые английские слова. New English words. И я также хочу. И я также. And I also want... Получать новые знания здесь. Получать. To get новые знания. New knowledge. Здесь, здесь, here. I want to learn new English words. And I also want to get new knowledge here. Travel. How often do you travel? Every year. I often go to United States. I sometimes go to England or other English-speaking countries. Обратите внимание, что вы пишите или запомните, как раз постарайтесь. Потому что часто забывают, но очень нам нужно это. English-speaking countries. Does it seem interesting? Very interesting. I really enjoy all these lessons. And I want to study more and more. I feel that I can't stop. I want to learn new English words. And I also want to get new knowledge here. Общаться. Общаться будет communicate. Communicate. Ты часто общаешься со своими друзьями, которые живут за границей. Ты часто общаешься со своими друзьями, которые живут за границей. Значит, которые о людях – это who, живут за границей, live abroad. Получается, do you often communicate with your friends who live abroad? Обратите внимание, если в конце видео предложение, нужно who, which, то мы не ставим запятую. Мы с вами про это говорили, имейте в виду. И также, если в середине предложения какая-то именно вводная конструкция, обширная, да, мы запятые как бы нередко видим. Но, опять же, начиная практика, вы можете даже в середине предложения, то есть не выделяют запятыми. Тоже такое бывает, поэтому тоже не удивляйтесь. Так и так может встретиться. Но, опять же, общее правило в английском языке, что мы ставим минимальное количество запятых. Вот единственное, мы с вами разбирались в исключении с if и when, если помните. If и when. Who live abroad. И какие-то, например, обширные какие-то вводные конструкции. Who live abroad. Далее. Верно. Как будет верно? Это будет right. Очень часто используем разговорные фразы, очень полезные. Right. Верно. Right. То есть right переводится как прав. И right. Верно. Right. Я часто общаюсь. Я часто. I often. Общаюсь. Communicate. Со своими друзьями. With my friends. Которые живут в различных странах. Которые живут. Who live. В различных странах. In different countries. Who live in different countries. I often communicate with my friends who live in different countries. Communicate. Do you often communicate with your friends who live abroad? Right. I often communicate with my friends who live in different countries. Выглядеть. Look. Эти материалы выглядят очень информативными. Видите. У вас здесь идет не местоимение. У нас с вами уже был пример вот с такой конструкцией. Видите. У вас какого-то просто подлежащего. Эти материалы. Это these materials. Значит. Мы смотрим, какое местоимение означает. Значит. Они. Поэтому ставим do. Помните, был у нас с вами по аналогии твои родители. Мы спрашивали, сколько помнят. Do your parents. Здесь то же самое. Do these materials. То есть по аналогии do they. Выглядят. Look. Очень информативными. Very. И информативными. Informative. Informative. Информативными. Do these materials look very informative. Я действительно вижу это. Я действительно. I really вижу это. See it. I really see it. Ты можешь также попробовать. Ты можешь. You can. Также. Also. Попробовать. Try. И увидеть. And see. Как много практики у нас есть. Видите. Как много практики. Как. Это how. Практика в английском языке неисчисляемая. Поэтому much. How much practice. How much practice. У нас есть. То есть мы имеем. We have. You can also try and see how much practice we have. Look. Do these materials look very informative? I really see it. You can also try and see how much practice we have. Communicate. Do you often communicate with your friends who live abroad? Right. I often communicate with my friends who live in different countries. Look. Do these materials look very informative? I really see it. You can also try and see how much practice we have. Что ты хочешь сказать? Что? What? Ты хочешь сказать? Do you want сказать? To say. What do you want to say? Say. What do you want to say? Я хочу сказать тебе что? Я хочу. I want. Сказать тебе. Значит, сказать кому-то. To tell. Получается. To tell you. Что? That. Мне нравятся. Твои идеи. Мне нравится. I like. Твои идеи. Your ideas. Если твоя идея, то будет your idea. I want to tell you that I like your idea. Я также пытаюсь делать это. Я также. I also пытаюсь, try, делать это. To do it. И я не понимаю людей. Я and I. Не понимаю. Don't understand. Людей. People. Которые делают другие вещи. Которые. Who. Я вижу, а люди who. Делают другие вещи. Делают do. Другие вещи. Other things. What do you want to say? I want to tell you that I like your idea. I also try to do it and I don't understand people who do other things. Ты согласен со мной? Ты согласен? Do you agree со мной? With me? Конечно. Я полностью согласен с тобой. Конечно. Of course. Я полностью согласен. Я поддерживаю твои идеи. Я поддерживаю. Я поддерживаю твои идеи. Your ideas. И я также думаю. И я. And I. Также думаю. Also think. Ты делаешь очень хорошие вещи. Ты делаешь. Очень хорошие вещи. Very good things. Если ты помогаешь другим людям. Если ты. If you. Помогаешь. Help. Другим людям. Other people. Они чувствуют себя счастливыми. Они чувствуют себя. They feel. Счастливыми. Happy. И это также приносит тебе счастье. И это. And it. Также. Also. Приносит тебе. Распоминаем глаголу приносить. Помните, на самом деле было выражение. Приносить деньги. Это глагол bring. Раз it. Прямо as. And it also brings you. Счастье. Вот счастливый. Это happy. А счастье. Это happiness. Happiness. Нес. Это суффикс многих как раз существительных. Happiness. Do you agree with me? Of course. I absolutely agree with you. I support your ideas. And I also think. You do very good things. If you help other people, they feel happy and it also brings you happiness. What do you want to say? I want to tell you that I like your idea. I also try to do it and I don't understand people who do other things. Do you agree with me? Of course. Of course. I absolutely agree with you. I support your ideas. And I also think you do very good things. If you help other people, they feel happy and it also brings you happiness. Не забываемое выражение, которое же разбирали. Absolutely agree. И также новое выражение, слова. Видите, как здесь получается. So, видите, brings you happiness. Bring happiness. Приносить счастье. Далее. Как ты контролируешь это? Значит, соответственно, глагол контролировать. Control. Как ты? How do you? Контролируешь это? Control it. How do you control it? Мои друзья помогают мне. Мои друзья. My friends помогают мне. Help me. Я знаю, это кажется сложным. Я знаю. I know. Это кажется. It seems сложным. Difficult. Difficult – это сложный. Difficult. Ну, я пытаюсь делать это. Ну, я. But I пытаюсь try делать это. To do it. I know it seems difficult, but I try to do it. Control. How do you control it? My friends help me. I know it seems difficult, but I try to do it. Смотреть. Брать телевизор. Watch. Ты смотришь телевизор? Ты. Do you? Смотришь телевизор? Watch TV. Я иногда смотрю телевизор. Я иногда. I sometimes смотрю телевизор. Watch TV. Online. Online. Но не так часто. Но. But. Не так часто. На самом деле уже была эта фраза. Не так часто. But not so often. But not so often. Ты знаешь, я предпочитаю смотреть различные видео на YouTube. Ты знаешь, you know, я предпочитаю, I prefer, смотреть, to watch, различные видео, different videos, на YouTube. On YouTube. Которые кажутся очень информативными. Которые кажутся. Which. Seem. Очень информативными. Very informative. И полезными. And. Полезные. Это слово useful. Тоже очень нужное слово. Обязательно запомните. Useful. Полезные. Как ты знаешь, я учу английский здесь. И вот еще тоже очень важный момент. Чтобы вы просили также элементы посложнее. Значит, смотрите, вообще как это how. Ну вот выражение как, там, например, ты знаешь, как я знаю, такая вступительная фраза. Можно запомнить, что это as. Запомните эту фразу. Как ты знаешь. As you know. As you know. As you know. As you know. Я учу английский здесь. I learn English here. Как ты понимаешь. То же мы скажем. As you understand. Как ты понимаешь. As you understand. As you understand. Как ты знаешь. As you know. I learn English here. Как ты понимаешь. As you understand. Мне действительно нравится этот метод. Мне действительно. I really нравится, like, этот метод, this method. То есть, видите, нужно запомнить, что в этих конструкциях, как, например, ты знаешь. As you know. As you understand. Именно as используется. По-другому это будет ошибка. Запомните именно эти фразы. Очень полезно. As you know. Как ты знаешь. As you understand. Итак, давайте с вами повторим. Control. How do you control it? My friends help me. I know it seems difficult. But I try to do it. Watch. Do you watch TV? I sometimes watch TV online. But not so often. You know. I prefer to watch different videos on YouTube. Which seem very informative and useful. As you know. I learn English here. As you understand. I really like this method. Опять же, слова. Informative. Функционально встречалось. Useful. Очень полезно слово. Useful. И такие полезные фразы. As you know. As you understand. Это пример фраз. А так же вы сами смотрите. И обращайте внимание как раз на вот эти связки и фразы. Далее. Слушать. Музыку. Listen. Listen. Ты слушаешь музыку? Ты. Do you. Слушаешь. Listen. Музыку. To music. Do you listen to music? Я иногда делаю это. Иногда. I sometimes do it. Когда хочу отдохнуть. Когда. When. Хочу отдохнуть. У нас с вами такая же конструкция встречалась. Здесь мы не можем пропустить подлежащее I. When I want. Отдохнуть. To relax. I sometimes do it. When I want to relax. Я не могу сказать, что я делаю это так часто. Я не могу. I can't. Сказать что. Say that. Я делаю это. I do it. Так часто. So often. Что насчет тебя? Вспоминаю фразу. Что насчет тебя? Что? What? Насчет тебя. What about you? What about you? Встречать. 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 Meet. Ты хочешь встретиться завтра? Ты хочешь. Do you want. Встретиться. To meet. Завтра. Tomorrow. Do you want to meet tomorrow? Мне нравится эта идея. I like. Эта идея. This idea. Вначале можно сказать было. Почему бы нет? Почему бы нет? Why not? I like this idea. Встречать. Я думаю. Я думаю. I think. Мы можем так же. Мы можем так же. We can also. Встретиться сегодня. Meet. Сегодня. Today. Что ты думаешь об этом? Что? What? Ты думаешь? Do you think? Об этом? About it. What do you think about it? Видите? Обратите внимание. Видите? Мы можем так же. We can also. Если мы с вами хотели сказать. Мы так же можем. То было так же. We can also. Именно такой порядок слов. Also после can ставится. То есть мы так же можем. We can also. Тоже обращаю на это ваше внимание. Такая вот маленькая тонкость. Далее. Далее мы с вами еще будем запланировать отрабатывать эти конструкции с can и другими глаголами. Тоже из этой группы. Просто забегая вперед, как раз вам поясняю. Итак. Listen. Do you listen to music? I sometimes do it when I want to relax. I can't say that I do it so often. What about you? Meet. Do you want to meet tomorrow? Why not? I like this idea. I think we can all submit today. What do you think about it? Друзья мои, отлично отрабатываете. Вот такая действительно интенсивная практика. Формат мини-диалогов. Я думаю, вам отлично подходит. И готовьтесь как раз к контрольной работе по вопросам. Друзья мои, прорабатывайте все, чтобы показать максимальный результат. But, my friends, thank you very much.